Ростов-на-Дону 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 Губенко из Москвы, Максим Черников из Каменска-Уральского и Матвей Цветков из Сочи, Кирилл Куцков из Москвы и Тимофей Киевский, также представляющий столицу нашей Родины. Далее Олег Суворов, город Москва, Андрей Дубынин, город Братск и Кирилл Никифоров из Санкт-Петербурга, рядом с ним Валентин Туренков, город Москва. Это двадцатка. И, наконец, Александр Плотников из Новосибирска, рядом с ним Тигран Бунатян, город Москва, Тимофей Маруков, поселок Тельмана и Кирилл Сорокин из Москвы, рядом с ними, вслед за ними Кирилл Поченков из Новосибирска, Максим Орлов из Москвы и замыкают Пелетон, Артем Арутюнов и Федор Пираторов из Москвы. Вот такой состав. 28 пилотов, 28 бойцов выйдут сейчас на старт первого финального заезда наших соревнований. Пожелаем мальчишкам удачи, пожелаем им всего самого самого наилучшего в этом сезоне. Прекрасно они себя проявили на первом этапе, который состоялся в Усть-Лобинске в начале апреля. И вот сейчас мы с вами наблюдаем, как формируется колонна в две шеренги, предстартовое построение. И мы желаем, желаем только удачи каждому из участников этого заезда. Последние мгновения перед стартом. Волнение, конечно же, зашкаливает. Переживают за мальчишек и члены их команд, тренеры, механики, родители. Пусть все будет хорошо. Желаю вам всем отличного настроения, а спортсменам только удачи. Итак, внимание, выход на стартовую прямую. Поехали, поехали, поехали. Старта нет. Руководитель гонки Игорь Анатольевич Кравченко сообщает по рации, что старт не состоялся. Следовательно, у нас будет вторая попытка, вторая попытка старта этого заезда. Ну что же, все заново придется повторить, всю процедуру построения участникам заезда. И желтыми флагами об этом сигнализируют маршалы на трассе, на постах. Что можно сказать, дорогие друзья, про вчерашний день. Вчера состоялось решающее финальное сражение участников самого юного класса в наших соревнованиях, в классе микро. Вчера же мы и награждали по итогам соревнований Академии Российской Автомобильной Федерации. Все мальчики получили памятные дипломы и медали. Ну а призеры, конечно же, получили вдобавок еще и кубки и памятные призы от организаторов и спонсоров соревнований. На третью ступень педестала почета поднялся юный Герасим Скуланов из Братовщины. Серебряный успех вчера отмечал Максимилиан Попов. Из города Сочи. И 60, нет, 80, 82 очка набрал победитель в классе микро Дмитрий Матвеев из Новосибирска. Рукоплескали ему болельщики, конкуренты, боевые друзья, товарищи. И вот сейчас поехали, поехали, поехали. Класс мини. Финальный заезд. Первый финальный заезд. Девять кругов дистанции. И начинается ростовская карусель на трассе картодрома Лемар. Пусть все хорошо закончится для мальчишек. Старт прошел хорошо. Отличная сухая погода. Вчера было гораздо сложнее. И трасса была грязной, потому что дождь заливал все. Поэтому сейчас самые комфортные условия. Нет той самой жары. Солнце не печет, потому что облака обложили сейчас всю территорию картодрома. И поэтому весьма и весьма комфортные условия. Нет сильного ветра порывистого. Поэтому вся удача и практически весь процент успеха зависит только от самих пилотов и от техники, которую подготовили своими натруженными руками механики и тренеры мальчишек. Итак, внимание, внимание. Первенство России по картингу. Зачетная группа мини. Второй этап. Трасса картодрома Лемар. Определился лидер, который отправляется в голове Пелетона на второй круг. Это Дмитрий Игнатов. Дмитрий Игнатов, город Москва, представитель команды Серебряный дождь. За ним на второй позиции Каменев, прорывающийся вперед обошедший Глеба Максюту. И это первая тройка участников заезда. На втором круге участники первого финального заезда в классе мини. Группа лидеров у нас уже определилась. Итак, Игнатов, Каменев, Максюта, Дегтярев и Волосянкин. Пятьдесят девятый номер. Вячеслав Волосянкин из Москвы, представитель команды Фастлайн, замыкает пятерку сильнейших. Ну что же. За лидером бросается целая группа преследователей. И вот сейчас, я думаю, и развернется самая настоящая борьба в схватке за вторую и третью позицию в заезде. В числе пятнадцати лучших пятьдесят третий номер. Это у нас Тимофей Киевский, представитель московской команды Фастлайн. Ну а первая десятка выглядит следующим образом. Игнатов, Каменев, Максюта, Дегтярев, Волосянкин. И вслед за ними Забудька, Цветков, Дубынин, Александров и Элькин. На третьем круге лидер заезда и его преследователи. Пока не удается слишком далеко оторваться лидеру заезда. Ну а лучший круг на втором круге показал никто иной, как Глеб Максюта. Стартовый номер восемь. Одна минута и тридцать семь сотых секунды. Одна минута и тридцать семь сотых секунды. Глеб Максюта. Город Краснодар. Представитель команды Брипти. Ну вот эта тройка, конечно же, у нас привлекает внимание. Глеб Максюта пока на третьей позиции. Пытается он удержать свою позицию. И я думаю, что не пройдет и пары кругов, когда начнется схватка за лидерство в этом заезде. На второй позиции под 54 номером Олег Каменев из Новосибирска. Представитель команды Прима Рейсинг. И вот сейчас, смотрите, на дистанции атаки Олег Каменев. Один из фаворитов сезона 2016 года. И я думаю, борьба не за горами. Именно Олег Каменев показал лучшее время на третьем круге. Одна минута и одиннадцать сотых секунды. Одна минута и одиннадцать сотых секунды. Лидер прежний Тима Игнатов. Стартовый номер шесть. Город Москва. Команда Серебряный дождь. Ну что же, очень хорошо мы с вами наблюдаем борьбу за попадание в тройку призеров. Вот эти три мушкетера, три беглеца, которые отрываются от своих преследователей. И уже очень-очень-очень трудно будет соперникам, отстающим уже более чем на две секунды от лидера, наверстать упущенное. Поэтому Игнатов, Каменев и Максюта на четвертой позиции Волосянки. Пятерку лучших замыкает Дегтярев. А дальше Забучка. Цветков, Дубынин, Киевский, Дюков, Александров, Бухарцев и Губенко. На тринадцатой позиции как раз восемнадцатый номер. Александр Губенко, город Москва. Лучшее время показывает Глеб Максюта. Вновь лучшее время у Глеба Максюты. На четвертом круге 59,84 секунды. Уже выбрался он из минуты на круге. И поэтому мы вправе ожидать от Глебушки решительного рывка, прорыва вперед. Вот смотрите, как наращивал он свою скорость обороты. На втором круге 1 минута 37 сотых секунды. На третьем круге 1 минута 22 сотых секунды. На четвертом круге 59,84 секунды. И это все Глеб Максюта. Наращивает Глеб обороты. Наращивает. И сейчас практически уже на дистанции атаки вслед за 54 номером Олегом Каменевым. Игнатов, Каменев, Максюта. Это первая тройка лидеров. Борьба здесь, как говорится, еще в самом начале. Выжидательную позицию занимает каждый из преследователей Игнатова. Конечно же, в любой момент может состояться атака. Что вчера, в принципе, спортсмены и демонстрировали. Прекрасно, прекрасно, прекрасно сейчас наблюдать за этой схваткой в тройке лидеров. Хладнокровие и только хладнокровие позволяют пилотам удерживаться в группе лидеров головки Пелетона. И вот сейчас попытка, попытка со стороны восьмого номера Глеба Максюты прорваться вперед. Но пока не позволяет это ему сделать Олег Каменев, который калиточку за собой грамотно и аккуратно своевременно прикрывает. Итак, Максюта на третьей позиции, Влосянкин на четвертой. Ну а в десятке Дегтярев, Дубынин, Цветков и Киевский, занимающий девятую позицию с оставанием почти 8 секунд. Ну что же, в десятке лучших 32 номер. Тимофей Дегтярев из Москвы, представитель команды ЦСКА Купер. Олег Каменев, товарищи, почувствовав давление, наращивает обороты и показывает на шестом круге лучшее время. 59,5 секунды. 59,5 секунды. Отличный показатель. Посмотрим, как-то у нас дальше сложится борьба в этой группе. Смотрим за наращиванием оборотов со стороны Олега Каменева. На третьем круге одна минута. На четвертом круге 59,86. На пятом 59,81. И на шестом круге 59,5 секунды. Потрясающее, как говорится, прогрессивная шкала наращивания скорости. Дмитрий Игнатов, стартовый номер 6. Сейчас ведет за собой соперников. Игнатов, Максюта и Каменев уже на восьмом предпоследнем круге. А вслед за ними составание почти в 6 секунд. Волосянкин, Забудька, 7,23. Цветков, 7,31. Дубынин, 7,57 секунды. Киевский, 7,73 секунды. Посмотрим, что будет дальше. А пока все это выглядит достаточно интересно. На третью позицию перемещается Каменев. Олег Каменев все-таки уступил в конкурентной борьбе Глебу Максюте. Пропустил его вперед. И вот сейчас Максюта рвется вперед. Выискивает решающий момент для атаки на лидера заезда Дмитрия Игнатова. До финиша остается совсем немного. Глеб Максюта показывает потрясающее время на седьмом круге. 1,03 секунды. 1,03 секунды. Ну что же, товарищи. Последний финишный круг. Девятый круг. И здесь отставание Глеба Максюты от лидера. Всего-то навсего 19,00 секунды. Игнатов, Максюта, Каменев, Волотянкин, Цветков, Киевский, Дубынин, Дюков, Забудька, Дегтярев, Бухарцев, Никифоров и Александров. С отставанием почти в 12 секунд от лидера заезда. Смотрим и запоминаем. Вновь, вновь прорывается на вторую позицию Олег Каменев, показавший лучшее время на предпоследнем круге. 59,46 секунды. 59,46 секунды. Это Олег Каменев, вернувшийся на вторую позицию. И, кстати, восьмой круг он проехал медленнее, чем седьмой. О, нет, быстрее. 1,42 секунды было на седьмом круге. И 59,46 секунды на восьмом. Это время круга, показанное Олегом Каменевым. И вот он, девятый, заключительный финишный круг. Встречайте, встречайте на финише. Тройка лидеров завершает свое уступление в первом финальном заезде. Игнатов, Максюта и Каменев. Все-таки Глеб нашел лазейку в оборонительных действиях Олега Каменева. И сумел финишировать на второй позиции. Игнатов, Максюта и Каменев. Это тройка лидеров заезда, которая решила свои локальные задачи по ходу всего заезда. Но каков Дмитрий Игнатов. Просто красавец. Обратили внимание, с самого момента старта до самого финиша он уверенно лидировал. И не позволил прорваться вперед атакующему его Глебу Максюте. Случилось это, помните, на седьмом круге. И вот результаты заезда. Дмитрий Игнатов. Дмитрий Игнатов, стартовый номер 6. Победитель заезда. Глеб Максюта отстал от победителя всего-то навсего на 24 сотых секунды. Олег Каменев, финишировавший третьим, 5 десятых секунды отставания. Вячеслав Волосянкин финишировал четвертым с отставанием в 7,26 секунды. Почти 9 секунд уступил победителю Тимофей Киевский, замкнувший пятерку лидеров заезда. Матвей Цветков отстал на 9 секунд и 14 сотых. Всего-то навсего 1 сотую уступил Матвею Андрей Дубынин, занявший седьмую позицию на финише. Далее Генрих Дюков, Вячеслав Завудько. И в десятке лучших у нас оказался Тимофей Дегтярев, стартовый номер 32. А далее с 11 позиции Кирилл Никифоров, Илья Бухарцев, Иван Александров, Александр Губенко. В 15 лучших Григорий Лукьянов. А дальше Федор Пирадоров, Кирилл Куцков, Олег Суворов, Валентин Туренков, Тигран Бунатян. На 20 позиции. 21 на финише был Тимофей Маруков, Максим Орлов, Кирилл Поченков, Максим Черников, Кирилл Сорокин, Ариэль Элькин, Артем Арутюнов. И замыкающим в этом заезде стал Александр Плотников с отставанием от победителя 26,4 секунды. Ну что же, это был первый финальный заезд в заключительный день соревнований. Нас по расписанию ожидает суперфинальный заезд, первый финальный заезд в классе КФ Юниор, где дистанция заезда составляет 17 кругов. Это будет интересно. Оставайтесь с нами, совсем немного времени до старта, поэтому давайте переведем дух и настроимся на красивое зрелище, на красивую борьбу в стане представителей класса КФ Юниор. Как себя чувствуете, товарищи болельщики? Давайте настраиваемся на позитив, пусть у вас все будет хорошо, а спортсменам я желаю чувствовать себя еще лучше. Пока. Отдыхаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok